есть, но спросить обязан. Итак, коллеги, время начинать. Как всегда, я пять минут возьму на сообщение технической информации о сегодняшнем заседании и о будущих заседаниях. Итак, у нас сегодня, коллеги, 13 заседание междисциплинарного семинара «Механика и эксперимент моделирования приложения». И с докладом «Атомно-силовая микроскопия для биологических исследований» выступит Петр Сергеевич Тимошов, директор Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечина. Вполне возможно, как я сказал, если вдруг его вызовут вышестоящие инстанции прямо посреди доклада, его подстрахует его сотрудник Юрий Михайлович Ефремов, который занимается теми же вопросами. И, в принципе, он должен был делать у нас самостоятельный доклад и будет делать, но в случае чего подстрахует. Поэтому я сразу представляю основного сегодняшнего докладчика Петра Сергеевича Тимошова и, возможно, палочку-выручалочку Юрия Михайловича Ефремова. Ну, как вы видите, прежде чем передать слово, я, как обычно, расскажу немножко о том, что нас ждет на ближайших семинарах. Следующий доклад будет Всевлада Александровича Твердислова 28 октября. Название вы видите. Ну и далее выступят коллеги. Я уже рассказывал об этих докладах, поэтому повторяться не буду. Время сэкономлю, потому что новые изменения есть на следующей странице. Январь-февраль полностью определился, согласован с докладчиками, поэтому появились новые доклады. 13 января выступит Александр Михайлович Хлуднев из Института гидродинамики Лаврентьева. Тему вы видите. Задача равновесия упругих тел с тонкими включениями и трещинами. Через две недели выступит Сергей Валерьевич Головин из этого же Института. Его доклад будет посвящен моделированию гидроразрыва пласта. 10 февраля выступит Вадим Владимирович Зильбершмидт, наш соотечественник, но работает он сейчас в Великобритании. Динамическое разрушение композитов. 24 февраля, как было запланировано раньше, я уже рассказывал, выступит Александр Николаевич Полилов с докладом из цикла памяти наших учителей. Его доклад будет посвящен Юрию Николаевичу Работному. Как раз 24 февраля – это день рождения Юрия Николаевича, поэтому доклад состоится именно в этот день. И 10 марта тоже появился новый доклад. Юлий Давидович Коплунов, тоже ныне работающий в Великобритании, выступит с докладом «Механика сильно неоднородных слоистых конструкций». Ну, как видите, нас ждет очень интересная программа, расписанная до весны. И буквально еще 10 секунд расскажу про второй семинар. 16 сентября начал работать семинар «Композиты», «Все о композитах». Здесь вы видите руководителей, очень сильный состав собрался, объединяющий коллег со всех факультетов основных МГУ, как вы видите. Поэтому будет хороший междисциплинарный семинар с очень интересными докладами по химии, физике, материаловеднии, механике. Со всех сторон мы будем обсуждать эту проблематику. Но он не только будет, поскольку он организовывался последние три месяца. У нас есть хороший уже список докладов. Первые два прошли, выступали Владимир Андреевич Пелешко и Вячеслав Михайлович Бузник. А следующий доклад этого семинара состоится ровно через неделю, тоже в четверг. И выступит Роберт Алексеевич Турусов с докладом, название которого вы видите, посвященный адгезии, адгезионной механике. Ну и далее будут и другие доклады, которые я просто покажу, не буду рассказывать. В общем, тоже хорошая программа, вплоть до весны уже есть. Но это совсем не означает, что не стоит предлагать свои доклады, передавайте коллегам, потому что, ну, естественно, доклады на ближайшие два-три месяца уже достаточно жестко согласованы, а в дальнейшем мы вполне можем договориться и переставить. Если нужна там диссертация, пожалуйста, мы можем постараться послушать побыстрее, если это требуется. Ну вот, собственно, я закончил. Я останавливаю свою демонстрацию и передаю экран и слово Петру Сергеевичу. Пожалуйста, да. Видим вашу демонстрацию. Отлично. Петр Сергеевич Тимашов. Коллеги, демонстрация запущена? Да, видно все? Да. Андрей Владимирович, и уважаемые коллеги, благодарю за приглашение на замечательный семинар. Название его, оно определяет спектр вопросов, которые рассматриваются, и поэтому вот сегодня я постараюсь представить те приложения конкретные под таким зонтиком медицинским, для которых может быть использован атомный силовой микроскоп и те результаты, которые дает этот метод исследования, потому что в этом направлении мы с врачами работаем уже, наверное, порядка 15 лет, и какие-то результаты уже можно представлять и говорить о том, что они внесли какой-то в понимание процессов, происходящих в организме, и, возможно, помогли с решениями, которые врачи уже будут приносить в врачебную практику. Итак, повторюсь, что зонтик, под которым мы работаем, это медицина, и это не только зонтик, это некая лекала, и все работы, которые проводятся, они так или иначе должны биться именно с задачами, которые ставит перед нами медицина. Перед подготовкой к этому докладу мы постарались собрать идеально вот эту вот прямую, на которой лежат некие доли того, что можно исследовать, это уровень молекул, и на этом уровне у врачей есть совершенно колоссальное количество возможностей, особенно с развитием высокоскоростных методов исследования на молекулярном уровне, появлением протеомики, метаболомики, опять же, генетики. У нас появилось мощное оружие не только оценить текущий статус больного, но и найти какое-то заболевание, онкомаркеры сейчас, это одно из главных направлений в онкологии поиска онкомаркеров. Поэтому на этом уровне те решения, которые есть, те решения, которые уже применяются в клинической практике, их достаточно много, и много информации из этого можно получить. Второй уровень – это микроуровень. Ну, я условно, конечно, говорю микро, речь идет о тканях, и прежде всего речь идет о гистологии. Различные оптические методы исследования гистологических срезов, а гистологический срез, как известно, это, собственно, обязательно триггер для постановки окончательного диагноза. На макроуровне у нас есть классические рентгеновские методы, КТ, МРТ. И вот уровень, на наноуровень, я, конечно, опять же говорю, достаточно условно, в исследованиях медицинских применяется электронная микроскопия. Это достаточно широко применяется, прежде всего гистологами, для уточнения каких-то особенностей развития патологии. Но это единственный метод, который на уровне таком вот может быть использован для исследования каких-то биологических структур. Он очень хороший, но по сути он может дать информацию о некой структуре, о кристаллической структуре. Но далее никакой дополнительной информации мы получить не можем, ни про адгезию, ни про какие-то механические свойства. И поэтому вот тут в дело вступают экзотические методы, потому что биологический атмосиловой микроскоп в применении биологии до сих пор является неким экзотическим методом. Он есть далеко не в каждой биологической лаборатории, а уж тем более, если мы говорим про какие-то медицинские направления. Ну, несколько слов я скажу в принципе о том, как был создан микроскоп. Первое упоминание, первая такая основополагающая статья за авторством трех ученых. Биннин, Лейта и Гербера вышла в 1986 году. Ну, надо сказать, что через два года Биннин получил Нобелевскую премию, но уже за туннельный микроскоп. Но тем не менее, в этой статье они предложили некий новый метод высокоразрешающей микроскопии, где взаимодействие происходит между неким зондом, который называется кантиливер, и его острый файл взаимодействует с материалом. И благодаря системе обратной связи все это фиксируется. И действительно, через два года выходит патент. Вот при подготовке к докладу я достаточно интересное интервью нашел с Гербером. Через 30 лет их наградили премией. И вот он сказал, как они реализовали первые кантиливеры. Я тут даже распечатал. Для создания кантиливера они использовали золотую фольгу и осколок измельченного алмаза, полученного из стилуса проигрывателя грампластины. Они это все объединили, и вот этот гранинный алмаз дал первые результаты, которые и вошли в эту публикацию. А в течение года после этого они сделали первый кантиливер из кремния. Ну и до сих пор кремний, покрытый разными металлами для лучшего отражения лазерного луча, используется в атмосиловой микроскопии для любых типов объектов. Но первый атмосиловой микроскоп, он был, конечно же, в большей степени сфокусирован на твердые образцы, потому что он работал в прямом контакте с поверхностью. Первая бесконтактная мода была предложена буквально через год после такого основополагающей работы, но она предполагала вибрацию самого образца и технологически была достаточно сложная. А вот тот атмосиловой микроскоп, который мы все знаем, его принцип tapping mode, режим дрожания был предложен в 1993 году, и с тех пор именно вот этот tapping mode, он и используется на всех микроскопах в том числе, но это наиболее широко используется. Тут две важные вещи. Отметить нужно, что первая возможность измерения в жидкости, конечно же, наибольший интерес и с точки зрения фундаментальной задачи, с точки зрения понимания реальной ситуации, которая складывается на уровне клетки, конечно же, необходимо реализовывать жидкость. И вот первая работа была опубликована в 1994 году. И очень важно, что в 2009 году компания Брукер представила новые методики, которые улучшали вот этот режим дрожания по частоте съемки и потому, что в каждой точке кантиливер взаимодействует с поверхностью, и это позволяет оценивать не только хейт или какое-то фазовое изображение, но это позволяет оценивать реальные механические, например, адгезионные свойства поверхности. И вот именно с 2009 года эта методика наиболее широко используется для исследования образцов. Да, ну, Андрей Владимирович сказал, что у нашего доклада будет продолжение. Когда мы начали готовить, что показать, мы поняли, что в один доклад это поместить невозможно. Поэтому, поскольку я имею опыт такой более широкий работы с врачами, мне было поручено представить такой вот обзорный доклад. А вот конкретные вещи по измерению механики клеток и по тому, что можно измерять и что на что влияет, потому что работа в этом направлении была сделана достаточно много и достаточно интересных. Это вот будет Юра, мой коллега Юра Ефремов, докладывать уже в апреле будущего года. Да, вот это тот метод BigForce QNN. Я более подробно Юра в своем докладе расскажет. Ну, я как сказал, четкость и воспроизводимость картинки, которую мы видим с использованием этого метода, она, конечно, значительно отличается от предыдущих вариаций. Достаточно много было различных вариаций вот этого Tapping Mode, ну, вот это она наиболее широко применяется и наиболее воспроизводимая. Надо сказать, что мы исследуем все механические свойства клеток и тканей с использованием специальных антиливеров. Ну, если раньше изобретатели использовали, значит, неограненный алмаз, сейчас тоже есть решение с алмазными зондами, но это все, конечно, для твердых образцов. Для мягких используются специальные микросферы, которые не повреждают клеток. Какие современные задачи? Тут спектр их достаточно широк. Ну, все начиналось, конечно же, с визуализации, ну, если говорить о живых системах, визуализации больших молекул. Большие молекулы – это ДНК, большие молекулы – это белки. Ну, сейчас речь идет о возможности визуализации уже в жидкости и живых систем. У меня чуть дальше будет фотография того, как выглядит биологический антиливерсиловой микроскоп. Вот, ну, и постараюсь… А, да, вот это вот, собственно говоря, фотография. Что основное, что существует возможность создавать ток, ток жидкости, то есть мы можем менять среду во время проведения измерения и совмещать, ну, классически совмещать биологический антиливерсиловой микроскоп с флоресцентным микроскопом. Как вы видите, ну, все биологические микроскопы, они, как бы у них идет картинка снизу, поэтому это такие очень узкие задачи, связанные с адгезией клеток на поверхности, на тяжке Петре. Значит, направления, основные исследования в биологии, в медицине – это прежде всего клетки, внеклеточный матрикс, и сегодня я много буду говорить про внеклеточный матрикс соединительной ткани. Ну, а помимо этого интерес представляют целые ткани, ткани или агрегаты клеток. Особенно так перспективно и интересно это совмещение оптических картинок с картинками механических свойств, с флоресцентным окрашиванием, и в сумме это дает намного больше информации, чем вот все эти методы разделения. Ну, да, как я сказал ранее, работы основные, первые, конечно же, делись на больших молекулах, которые высаживаются на поверхность слюды, ну, так же, как для полимеров. И дальше мы можем смотреть и какие-то эффекты самозборки, можем определять их загибы, особенно в случае информации каких-то белков, что, в принципе, делает интересным вот этот метод для исследования различных больших макромолепул. Ну, это одна из первых работ по визуализации лизоцима. Липиды, конечно же, тоже могут быть исследованы, но в них нет такой яркой структуры, поэтому, как у структурных белков, да, поэтому мы можем просто констатировать, как происходит разделение флаз, ну, естественно, для липидов это основной фокус исследования. Ну, вот здесь достаточно приятные картинки амилоидов, но на этой картинке, на этом слайде я остановлюсь более подробно. Вы видите, что коллаген, который является основным белком неклеточного матрица, соединительной ткани обеспечивают нам и прочность этой соединительной ткани. Он, конечно, такая царица полей для атмосиловой микроскопии, потому что его структура, она, во-первых, очень четко определена, и изменение этой структуры говорит о том, что происходит какой-то патологический процесс, с одной стороны, а с другой стороны, вот именно коллаген очень хорошо можно выделять, особенно когда речь идет о исследованиях каких-то тканей, где есть структурные белки и какой-то неструктурированный матрикс, вызванный, например, каким-то патологическим процессом. Так, одиночные коллагеновые фибрилы, а дальше, чуть позже, я покажу работу, связанную с уже тканями. Петр Сергеевич, простите, пожалуйста, давайте мы четко скажем, ну, на картинках можно это посмотреть, каково разрешение по перемещениям порядка одного нанометра, да, атомно-силовой, и по силам, там, по-моему, пиканьютоны, я прав? Пиканьютоны, а по разрешению, на самом деле, определяется разрешение остротой кантиливера. Это совершенно разные, бывают реализации, бывают сверхострые для задач атомарного разрешения, а бывают для скрининга вещи, когда нужно смотреть, ну, большие объемы. Вот, поэтому разрешение колеблется, ну, и, естественно, мы понимаем, что основное это... А радиус закругления кантиливера, ну, вот, такие самые острые, с которыми мы работали, это где-то 5 нанометров более-менее. Есть отдельные... у меня был слайд, я его убрал, потому как измеряется вот этот радиус закругления, существуют специальные такие, ну, тестовые образцы с острыми структурами, на которых ты можешь определить конкретно профиль кантиливера, потому что, естественно, они друг от друга отличаются. Вот, профиль кантиливера, ну, и, соответственно, его радиус закругления. Возвращаясь к тому, что будет более подробно на следующем докладе, в следующем докладе рассмотрено, как это, в принципе, выглядит. Вот так вот выглядит фибробласт. Вы видите, что здесь размер поля 100 на 100 микрон. Это фибробласт в каком-то уже внеклеточном матриксе. И совмещение с конфокальной микроскопией позволяет строить такие прекрасные видеовиды. Это вот как раз Юрий получал. К сожалению, у нас нет возможности с умещением с конфокалом. Но я думаю, это рано или поздно произойдет. Но, тем не менее, вот так выглядит индентирование единичной клетки. Ну, да, на этом слайде я тоже не буду останавливаться подробно. Вот тут хотел сказать, что исследования, которые вот сейчас проводятся, вы видите, статья 19-го года, они, ну, потому что улучшается техника и сразу же улучшается возможность проводить то, что раньше мы не могли провести исследование. Мы смотрим уже на то, как ведет себя клетка, живая клетка в внеклеточном матриксе. Все в гидротированном состоянии. И видим, что вот это механическое взаимодействие, оно происходит. Клетка изменяет механические свойства внеклеточного матрикса. Это очень красивая история была про то, что клетки высаживают на дециллеризированный материал. И сами клетки тоже меняют свои механические свойства. Ну, это, наверное, более подробно расскажет Юрий. Я, наверное, еще несколько слов скажу о таких предшественниках тканей, неких модельных системах. Они называются клеточные сфероиды или клеточные органоиды. Достаточно много сейчас идет работы именно с таким вариантом живых клеточных культур. Почему? Потому что в них предварительно выстраиваются все внутренние силы, которые соединяют клетки. И они начинают нарабатывать неклеточные матриксы. И, конечно, трансплантация таких уже самоорганизованных систем, возможная трансплантация в организме человека для лечения каких-то болезней, она более перспективна с точки зрения того, что ты можешь в единицу объема поместить большее количество клеток и уже таких предварительно ориентированных. Поэтому вот это некая такая условная, очень условная модель ткани, где появляется первый внеклеточный матрикс. Интерес, вот эта работа, она показала, что самоорганизация клеток происходит достаточно быстро. И то есть идея была в том, что мы сливали несколько типов клеток. В этом случае было представлено мезонхимальные клетки, эпителиальные клетки. И они сами выстраивались в некое подобие ядра и оболочки. И потом это ядро и оболочку можно отдельно исследовать. Опять же, я хочу повториться, как некая модель ткани, которую ты можешь воспроизводимо делать в достаточно больших количествах. И уже внутри нее с использованием атомно-силового микроскопа и специальных таких тантеливеров с длинной иглой можешь исследовать, собственно говоря, что происходит у тебя внутри. Почему это важно? Потому что известно, что процессы диффузии кислорода внутрь такой системы ограничены, и при каких-то масштабах внутри начинается процесс некроза, который, конечно же, необходимо пресекать. Есть всякие методы, но главное, что метод атомно-силового микроскопия позволяет это визуализировать просто в real time. Возвращаясь к коллагену, здесь на слайде представлено то, как он должен быть устроен у нас. Молекула бьется на микрофибрилы, потом фибрилы бьются, микрофибрилы на фибрилы. И до периода коллагена, вот те черточки, про которые я говорил, они всегда должны составлять 67 нанометров. Вот как раз 67 нанометров – это очень хороший размер для атомно-силовой микроскопии, и именно поэтому визуализация коллагена всегда выигрышна. Ну вот это уже картинки, которые были получены нами. И, собственно говоря, из них вышла первая задача, про которую я сейчас хотел рассказать. Существует такая болезнь, пролапс, когда механические свойства тканей, и прежде всего это проявляется на внутренних органах, связки, они сильно падают. И, в принципе, особенно это актуальна проблема для женщин. Происходит выпадение, выпадение, например, матки, и дальше происходят хирургические вмешательства. И вот 15 или 16 лет назад к нам пришел человек, который очень хорошо разбирается в синей ткани, и он захотел посмотреть, а что происходит не с теми связками, на которые все думали, что с ними что-то происходит, а что происходит с кожей человека, который болеет пролапсом. И вот эта первая задача, Анатолий Барухович-Шектор, который перед нами поставил, и мы начали ее решать. Вы видите верхнее и нижнее изображение. Тогда мы смотрели без биологии, и мы брали что? Мы брали гистологический материал. То есть вот человек пришел к врачу, ему сделали гистологию, и дальше происходит исследование, врач ставит диагноз, а мы берем этот гистологический срез и несем на атомно-силовой микроскоп. Мы его депорефинизируем обязательно. Ну и сначала мы думали, что особо ничего не получится. Тем не менее коллаген остается коллагеном, до периода виден. И что мы увидели сразу, это то, что вот это так называемый basket wave pattern, ну это тип укладки коллагена, такой классический, он разрушается, и в коже человека очень много неструктурных компонентов. И это хорошо видно на следующей картине. Вот так выглядит норма, правый нижний угол, и вот так выглядит поврежденная ткань. Ну, тут это все видно на глаз. То есть, собственно говоря, благодаря вот этой работе было выдвинуто предположение, что нарушения происходящей при пролапсе, они связаны нисколько с вот этими поддерживающими связками, хотя связки мы тоже посмотрели, вот связки, и точно так же вот это вот эти патологические изменения, вызванные процессом, диспластическим процессом, они очень хорошо видны с использованием атомно-силового микроскопа. Параллельно перед нами наши нижегородские друзья поставили задачу, сможем ли мы этим методом посмотреть различия в атеросклеротических бляшках, в развитии атеросклероза. Тут такого вот структурного материала нет, у коллагена, вы видите, что атомно-силовые изображения не так хорошо визуализируют структуру укладки ткани, но тем не менее изменения структуры с повышением степени этого атеросклероза, они видны на глаз. То же самое, укладка становится более хаотичной, больше появляется таких вот плотных тяжей. Самое сложное в этой работе, ну, как ни странно, а может быть, это и не странно, было найти атеросклеротическую бляшку первого типа или, ну, там, только развивающуюся. Потому что, к сожалению, уже даже самые, ну, скажем так, образцы от самых молодых пациентов, они все были уже с четвертой, пятой стадии атеросклероза. Вот. Ну, мы исследовали нестабильную и стабильную атеросклеротическую бляшку, дополнительно делали лазерную сканирующую микроскопию вот этого объекта и, в принципе, сравнивали с гистологией, внеся такой, ну, значительной ясности в структуру той ткани, которая формирует эту атеросклеротическую бляшку. Ну, и вот так выглядят финальные картинки. Собственно говоря, вот здесь уже есть коллаген именно по самим стенкам стенкам сосуда с типами бляшек. Но, в принципе, тут вот атмосферная микроскопия она была неким дополнительным. Она не была решающим моментом в исследовании вот этого патологического процесса. Мы только дополняли, только дополняли, я не привел там механические свойства, но в любом случае мы делали механические свойства уже депрофинизированных срезов, поэтому к реальной жизни они мало имеют какое отношение. Но вот эта работа, она, следующая работа, опять же, с нижегородскими коллегами, она внесла что-то новое. что мы смотрели? Мы смотрели радиационное воздействие на структуру ткани и то радиационное воздействие, которое не вызывает изменений на гистологических изображениях. Да, вот здесь представлены специально окрашенные гистологические изображения с период интактный, то есть без воздействия, одна неделя, один месяц. И на гистологии таких изменений врачи не наблюдали. Конечно, мы делали все эксперименты на крысиных моделях, прошу прощения, но когда мы начали исследовать с большим разрешением эти гистологические изображения, мы увидели, что структура фибрил внутри волокон, она меняется и упаковка их становится более плотной, речь идет о мочевом пузыре и изменения происходят и изменения происходят достаточно воспроизводимы. После этого мы посмотрели, ну вот это речь идет, почему два Грея, потому что это связано с условием космического полета. Да, когда радиационная нагрузка есть, но она не такая большая, конечно, при больших радиационных нагрузках, параллельно мы сделали этот эксперимент, конечно, изменения более значительные, но они видны с помощью гистологии, то есть тут мы ничего как бы нового не смогли дать, тогда как вот эти минимальные изменения, минимальные воздействия приводят переупаковки коллагена, а переупаковка коллагена это в любом случае изменение его выработки, то есть это изменение жизнедеятельности клеток. И, собственно говоря, вот тут, конечно, атмосиловая микроскопия, она была, принесла некое ядро исследований. Вот это так выглядит изменение, вы видите, насколько сильно изменения не вызывает радиационное воздействие. Простите, пожалуйста, каким видом радиации облучали, чем конкретно, какими лучами? Хороший, у них источник, источник, я думаю, у них источник, честно говоря, не помню какой. Не помню. Хорошо, да, простите. Да, к сожалению, к сожалению, не помню, какой у них источник, но это была модель. Это была модель, которую мы даже специально делали для этого. Какой они источник использовали, к сожалению, не могу сказать. Вот так выглядят гистологические препараты, полученные от животных, на которых, как я уже сказал, вот этих изменений не видно. вот это более свежая работа в плане того, что мы попробовали восстановить голосовую связку с использованием клеточных технологий. Я рассказывал про сфероиды, про то, что, в принципе, клеточные технологии могут быть использованы для того, чтобы ускорять процесс регенерации тканей и в каких-то случаях инициировать эти процессы. Лор, врачи сказали, что существует очень большая проблема рубца на голосовых складках. Это связано с тем, что при появлении рубца у человека меняется голос. И изменение голоса, оно эмоционально очень часто некомфортно человеку. и поэтому есть большая задача убрать рубец. Но я не буду останавливаться на клеточных технологиях и остановлюсь. Хотя, в принципе, опубликовали мы как раз в журнале по микроскопии. Мы показали, что при использовании тех или иных клеточных продуктов сейчас такая же работа ведется с гелями, поскольку это юридически более простой вариант внедрения в клиническую практику без клеток, просто гели. Но, тем не менее, исследование этих голосовых связок с использованием аниматного микроскопа. И здесь мы, конечно, уже мерили и механические свойства. Мы посмотрели, как выглядит сам рубец. и в принципе, рубец же это фиброзная ткань, и поэтому, конечно же, это благодарный объект для нашей визуализации. И мы показали, что после использования клеток, мы тут использовали просто мезонимальные стволовые клетки, мы добиваемся схожей укладки восстановленной ткани. И при трансляции такой технологии уже в клиническую практику, наша задача это именно трансляция, мы можем ожидать, что голос человеку вернется в том же тембре, что у него и был. Единственное, что мы показали и что пока, конечно, вызывает вопросы, это уплотнение ткани, механические свойства ее меняются, не критично, конечно, это не рубец, но тем не менее изменение механических свойств восстановленной ткани мы наблюдаем. Теперь еще одна прикладная работа, как я говорю, к нам много приходит врачей со своими задачами, и эта задача, она была связана со свойством хрусталика. С возрастом механические свойства человеческого хрусталика, они изменяются, и изначально была идея посмотреть некоторые дегенеративные изменения, болезни, но что мы прежде всего выяснили, выяснили, что ну вот тут как выглядят две стороны этого хрусталика, мы выяснили, что с взрослением с взрослением и при протекании каких-то заболеваний механические свойства меняются, и от этого страдает зрение. Следующий вопрос, как врачи будут решать или просто будут его заменять, но тем не менее, опять же, самое сложное было найти хрусталики более молодых пациентов для того, чтобы выбрать объект для сравнения. Ну, это некая общая идея, она, я думаю, понятна, тем не менее, вот я видел у вас запланирован тоже в следующем году доклад Дмитрия Викторовича Телышева по аортальным клапанам, у нас сейчас идет очень большая работа по моделированию такого искусственно созданного аортального клапана в специальной установке и что мы показали, что внеклеточный матрикс там, где нужна сократительная функция, он намного жестче, чем там, где нужен водитель ритма. Но для чего это нам знать? Все очень просто для того, чтобы создавать вот эти биопротезы, которые мы сейчас уже имплантируем параном, то есть самая принципиальная возможность создания таких биопротезов, она была показана порядка 5-6 лет назад, мы улучшили какие-то их характеристики, но нам абсолютно точно надо знать, где, какие механические свойства мы должны достигать, потому что локально изменять свойства биопротеза возможно, но теперь надо понять, на что их изменять. Поэтому вот эти эксперименты, они чрезвычайно важны в контексте создания вот таких биопротезов, которым не нужно будет принятие никаких антикоагулянтов, не нужно будет замена и возможная кальцификация их будет сведена к минимуму. Теперь я перейду к некоторым задачам, связанным с медициной и биологическому атмосферному микроскопу, но тут, конечно, уже в большей степени речь идет о полимерных системах, о взаимодействии живого-неживого, о тех системах, которые мы, например, лантируем животным и дальше смотрим, что происходит. Но, как я сказал, с 93-го года мы можем измерять в жидкости материалы, ну и, конечно же, один из фокусов это гели. Вот это статья 95-го года, впервые измерения происходят мягких гелей, Ну, наверное, перейду к статье, которую мы сделали достаточно долго, как бы предыстория всего, почему мы ее назвали digging дипа, зачем надо копать глубже. И тут все, конечно же, идет опять от медицины. Мы показали, что при некоторых измерениях механических свойств, при некоторых изменениях структуры геля, мы можем добиваться направленного роста микрососудов. А гель, ну, одна из задач восстановления тканей, это создание нового микроциркулярного роста. Если у нас в руках есть специальный гель, который позволяет инициировать или ускорять рост микрососудов, то это всегда нужно, интересно, и, как я уже приводил, пример, с голосовыми связками, важно для восстановления тканей. И вот здесь у нас были проведены несколько лет до вот этой публикации, были проведены исследования по тому, что мы, изменяя, пагелируя желатин, не желатин, а фибрин, пагелируя фибрин, можем достигать каких-то функциональных свойств. И дальше мы начали смотреть, а что меняется в структуре геля. И прежде всего мы увидели, что меняется как структура геля, фибрин, фибрин, понятно, это первый ответ организма на порез системы фибрин плюс трамбин, фибрин намного более прочный, а при пагелировании его модуль Юнга при введении молекул ПЭГа, там, по-моему, полторы тысячи молекулярный вес дифункциональных, мы получаем более пористую и более мягкую структуру, которая инициирует рост вот этих микрососудов, которые нам, собственно говоря, и являются нашим таргетом. Вот здесь мы ничего сильно нового не привнесли, кроме того, что смогли показать границу и в том числе границу по механическим свойствам и по структуре между внеклеточным матриксом и материалом. Известно, что материалы мы можем создавать разные и тканевой ответ на них может быть нами варьирован, специальные обработки снижают агрессивность организма к имплантируемым материалам, но итог, что происходит на длительных периодах, как живая ткань взаимодействует с неживой, это большой вопрос. И вот на этой работе для нас экспериментально, это была одна из самых сложных работ, мы показали, потому что эксперименты шли с обезьянами, мы показали, как материал, который мы имплантируем при повреждении макак, при повреждении спинального нерва, как он взаимодействует с тем внеклеточным матриксом, с теми клетками, которые остались на месте повреждения. надо сказать, что это очень интересная сама по себе задача, потому что известно, что проблема восстановления двигательных функций у пациентов, которые пережили спинальную травму, оно очень затруднено по нескольким причинам, но главная причина – это то, что на пороге, на месте травмы образуется плотный рубец, который, если ты его удалишь хирургически, его можно удалить, тогда ты сильно сократишь, наоборот, ты увеличишь разрыв вот этой поврежденной ткани. Он может спонтанно прорасти и в течение первого года после вот такой тяжелой травмы, где происходит полный разрыв, у человека порядка есть 5-7 процентов того, что происходит спонтанная регенерация, то есть этот рубец будет преодолен клетками человека и произойдет восстановление проводимости нерва. Но 5-7 процентов, а если нет, то ты всю жизнь обречен лежать, если до создания каких-то нейроинтерфейсов. Вот здесь мы показали, что с тем материалом, который мы создали, не происходит вообще, не формируется вот этот рубец и он напрямую взаимодействует с неклеточным матриксом, с неклеточным матриксом вот этой нервной ткани. Вот это совсем новая работа, которая уже в меньшей степени посвящена клеткам и в большей степени она посвящена материаловедению, тем не менее некоторое отношение к клеткам она имеет. Существует специальная технология, технология называется термочувствительные полимеры и создание клеточных пластов. Для чего это нужно? Ну вот я представлял вот эти сферы, которые называются сфероиды, органоиды. Это некая модель, модель клеток с внеклеточным матриксом. Следующий шаг по объему внеклеточного матрикса это клеточный пласт, это как лист бумаги и мы уже трансплантируем не шарик размерами 200-300 микрон с диаметром, а мы можем трансплантировать уже такие агрегаты уже сантиметров. И сама технология достаточно давно была изобретена используем специальных термочувствительных полимеров. Прежде всего речь идет о панипам. Существуют даже коммерческие специальные чашки, на которые нанесен этот полимер. И при нагреве, охлаждении происходит открепление этого пласта всего клеточного после того, как он долго-долго нарабатывал свой неклеточный матрик. И в дальнейшем это удобнейшее средство. Я знаю замечательную совершенно работу в Московском государственном университете проводится по направлению восстановления сердца с использованием таких технологий типа заплаты. Очень красивая технология, но тем не менее, что происходит на уровне полимера, не так было ясно, потому что никто не проводил исследования жидкости, поскольку клетки культивируются в среде. мы показали, что в момент, когда происходит переход, температурный переход диапазона 28-30 градусов, модуль Юнга сильно-сильно падает и потом возвращается. На воздухе таких изменений никто не производил. Да, происходит набухание пленки, и пленки не растворяются полностью, несмотря на отсутствие каких-то сшивок. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать. Я, наверное, рассказал все, что хотел рассказать. Вот это те направления, для которых может быть использован атмосиловый микроскоп, но хочется поговорить про будущее. И вот совершенно фантастические исследования, которые сейчас проводятся в области биологии, связаны с совмещением атмосилового микроскопа с конфокальными системами прежде всего, прежде всего, системами разрешенной флуоресценции, время разрешенной флуоресценции, когда ты можешь заснимать различный отклик от каких-то воздействий на клеточную среду. Не менее интересен прибор и возможности совмещения атмосиловой микроскопии с рамом спектра. Другое направление это микроманипуляция, это такое магистральное направление, связанное с микрофлюидикой и с возможностью моделировать клеточный целый организм с использованием микрофлюидных камер. И вот здесь, конечно же, возможности, которые открывает атмосиловый микроскоп, когда у пантеливера создают специальный канал, по которому может подаваться какой-то специальный раствор для того, чтобы непосредственно воздействовать на клетку или наоборот некий эффект засасывания. То есть вот это такие направления, которые совершенно интересны, комплементарные биологии, комплементарной медицине, на мой взгляд, за ними будут какие-то очень красивые будущие открытия. Вот, собственно говоря, наша маленькая команда силовой микроскопии, чуть большая команда нашего института, и я благодарю за то, что вы меня слушали. Спасибо. Спасибо вам, Петр Сергеевич. Очень интересно, конечно, послушать, когда из такой смежной, незнакомой для меня личной области почти посмотреть на последние исследования и понять, что там есть вопросы и для тебя лично, как для механика. Ну, конечно. Что там могут быть очень интересные приложения твоей собственной науки. Спасибо огромное. Коллеги, вы молчали в процессе доклада, не задавали вопросов на понимание. Пожалуйста, Петр Сергеевич, пока в вашем распоряжении, атакуйте его вопросами. Кто хочет задать? Петр Сергеевич, можно вопрос? Конечно. Во-первых, здравствуйте. Очень давно мы с вами не виделись. У меня вопрос такой, правильно я понял, что когда вы используете атомную силовую спектроскопию для твердого тела, кантилевер у вас алмаз, а когда для жидкости, то он у вас сфера. Алмазные используются как раз для всяких задач, связанных с сталями, сплавами, композитами, и такие, конечно, решения есть. Я работал на алмазном кантилевере, и даже открою секрет, получались вот эти первые работы по гистологии, что-то снимать по механике. Я не стал приводить, потому что там спорные. алмаз используется, но широко применяется кремний. Кремний применяется практически для всего. Когда мы хотим измерять механические свойства клеток или тканей, применяются вот эти силиконовые сферы, которые не вредят биологии. У нас достаточно широкий спектр возможностей по тем радиусам закругления, которыми мы можем давить. Потому что очень частый вопрос, ну хорошо, ты там давишь микроном, что ты сможешь про ткань сказать, там же не микронные. И поэтому вот именно отвечая на этот вопрос, там много достаточно вариантов этих сфер вплоть до 20, может быть, 30 микронов. А если нет, а если что-то сложнее, например, работа со связками, она 30 ты дави, 300 микрон дави, это не скажет тебе о динамике всей. И тут, конечно, приходят классические инстроны, снабженные специальными камерами, в которых поддерживается 37 градусов. И, конечно, тогда речь идет о таких классических экспериментах по исследованию механических свойств. Понятно. Это присказка была у меня. Сказка состоит в чем? Кого что, а меня сейчас очень лед интересует и переход жидкости в это состояние. Мне показалось, хотел вопрос задать такое, а можно ли при нынешнем уровне развития атомной силовой микроскопии смотреть за водой и потом менять температуру и посмотреть, а что происходит, когда она превратилась в твердое тим. Вот ваши соображения на это. Абсолютно можно. Это можно делать на том приборе, который стоит у нас. Мы можем охлаждать. Я по-моему потерял ваш телефон. Если я его получу. У меня есть. Тогда вы мне звоните и мы с вами поговорим. Спасибо большое. Простите, Вячеслав Михайлович, а можно поговорить еще немножко про эту тему? Что вы хотели бы поподробнее? Это же очень интересно, потому что пока про ледовые композиты немногие слышали, а уж про изучение с помощью атомной силовой микроскопии. Мы с вами поговорим. Что я хотел бы? Хороший вопрос. Я тут вижу так. Появился я увидел новый метод, который можно будет использовать. И как говорила обезьяна теоретика, что думать? Прыгать надо. Вот если прыгнем, что-то получится, тогда и соображать начнем. То есть очень интересно посмотреть, видимо, да, Петр Сергеевич, как пресный лед образуется и как морской особенно, потому что там будет особенно сложная структура и там он никогда не замерзает полностью и живет фактически при любой температуре. Очень интересно. Никогда не думали. Действительно можно вам сейчас позволяют ваши насадки, примочки, присадки при температуре минус 20 и вообще при изменяющейся температуре. При изменяющейся да, значит, ну, насколько глубже в минус, это мне надо, конечно, уточнить, потому что в плюс это всегда да, а вот в минус непонятно насколько можно, но тем не менее, да, при минусе мы можем снимать и смотреть динамику. Тем более, что вот то, о чем сейчас говорил Вячеслав Михайлович, его интересуют неживые материалы, а вам ведь интересно, как всякие физиологические жидкости будут вести себя при понижении температуры, да? Пусть еще в плюсе, но на грани. Нам, в принципе, нам очень интересны любые применения атмосиловой микроскопии, потому что ну, как бы изначально уже там много лет, когда работаешь с этим, хочется ну, максимально показать свою полезность. Я, собственно говоря, поэтому решил вам представить именно то, что те реальные задачи врачей, вот, если будут реальные задачи материаловедения, это будет замечательно, только двумя руками за. это здорово, коллеги, продолжаем задавать вопросы, кто хочет, задавайте просто, не спрашивайте. Можно, да? Здравствуйте. А вы исследования проводили среди жидкостей? Ну, да, какие-то жидкой, какие-то на воздухе. А металлогии можно посмотреть в статьях, да? Конечно. А нитрит кремния? А? Нитрит кремния, вот, зачитала методику, то, что использует нитрит кремния для исследования в жидкой среде, он более точнее изображения получается. Ну, нитрит кремния, вы имеете в виду, из чего изготавливает кантиливер? Да. Ну, это для наших исследований иногда нужна механика, там вообще это не кантиливер, а вот я, как говорил, сфера. Понимаете, второй момент, вот, по точности кантиливера, это достаточно такая вещь сложная, потому что каждый производитель пишет совершенно фантастические параметры того, что он продает, которые не бьются с реальностью вообще никогда. И поэтому тут вот каждый ты берешь и каждый кантиливер тебе надо посмотреть. Там, конечно, близкие вероятности, но я много раз видел, когда заявлено 5 нанометров, да, а там под 50. Поэтому, ну, хорошо, спасибо, исследования, конечно, все в статьях есть. Спасибо. А статьи можно лично в кабинете как авторы найти. конечно. Ага, хорошо, спасибо. Коллеги, вопросы задавайте. Видимо, слишком много медицины и слишком мало механики. много медицины не бывает, к сожалению, мы все с ней сталкиваемся, а уж ученым очень полезно помогать медикам. Вот ко мне поступил вопрос в чат, потому что нет микрофона у коллеги, по-разному бывают ситуации, складываются, но на семинар все равно удалось прийти. Евгений Рогачев спрашивает, с помощью чего в основном производится иммобилизация образцов в жидкости, обеспечения них неподвижность? Ой, это, это, вы знаете, я отвечу так, что успешное исследование методом АСМ, оно 95% это пробоподготовка. Значит, что мы делали? Мы делали многое. И гель, да, ну, если речь идет просто о клетке, то она просто закрепилась на своем материале, и слава Богу, но очень много объектов, которые флотируют. И дальше варианты разные. И использование гелей, тем более там линейка, которую мы можем использовать, она достаточно широка. И фиксация на какие-то микроиглы, да, и фиксация просто ну, некими такими границами, если речь о флотирующем объекте. Ну, вот очень много вариантов, в каждом случае все вот в руках экспериментатора. Слава тебе, Господи, есть трехмерные принтеры обычные, которыми можно напечатать практически любую поддержку, чтобы закрепить этот прекрасный образец. Особенно, конечно, речь идет о всяких тканях, хрусталиков, хрусталиках глаза и так далее. Спасибо. Коллеги, задавайте, продолжайте вопросы. Просто включайте микрофон и задавайте. У меня не вопрос зафиксировать формирование ацепционного слоя на поверхности гидрофонной пленки. Можно ли осоединить формирование ацепционного слоя на поверхности полиэтиленовой пленки или пленки сверхвысокомолекулярного полиэтилена? Ну, со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом Мы много работали, давно, правда. Значит, он сам по себе, он объект интересный, но очень шероховатый. То есть мы его специально резали микротомом, причем криотомом, потому что микротом, он же сверхмолекулярный петелент, был достаточно тянущий, и, в общем, его лучше всего резалось криотом. Если подготовить хорошо поверхность, чтобы не было… Потому что все равно не такая большая по высоте разница возможных измерений, то, наверное, можно, ну, смотря что ацербировать и какая адгезия будет между полимером и тем, что вы хотели ацербировать. Пока следуем формирование ацербционного слоя сетилтреметиламмония бромида на поверхности, гидрофорной поверхности СВМП. А какими методами? Ну, сначала провели просто косвенно, физико-механические параметры исследовали композитов и исследовали с конечной электронной микроскопией пока что. А СВМ не получается почему-то из-за шероховатости. Ну, из-за шероховатости, конечно. А СВМ – это очень чувствительный метод. И поэтому я говорю, что подготовка поверхности недаром же, вот видите, я говорю, что там ацербируют то, что ты хочешь посмотреть, там белки, например, мы на слюду, атомарно-гладку. А полимеры только после срезания поверхности. То есть это длительная подготовка самой поверхности полимера. Это делается, никаких нет сложностей, но сначала надо готовить поверхность. Так, коллеги, а я правильно понял ваш диалог. Насколько я понимаю, Сахаяна занимается сверхвысокомолекулярным полиэтиленом, тоже на предмет медицинских приложений. И, соответственно, шероховатость поверхности – полезная штука, чтобы на имплант нарастала ткань. Если мы затрем, то он потеряет какие-то свои полезные свойства. Да, Сахаяна? Или нет? Ведь нас интересует не шлифованный полиэтилен, а тот, который лучше подойдет как часть импланта. Да, импланта. Правильно я понимаю? То есть это та ситуация, когда очень хороший, очень точный, острый инструмент может не помочь. Он не пригоден для этого исследования, для такой рельефной поверхности. Да? Или нет? Да, мы должны были шероховатой поверхности посмотреть, но как-то не получается. Можешь подготовить поверхность, разгладить его, потом посмотреть. Ну, смотреть хотя бы на гладкую сначала, а потом уж… Я могу прислать статью, которая уже там лет 15. Мы как раз смотрели сверхвысокомолекулярный полиэтилен, поверхность его, и там, ну, как мы готовили. Вот. По поводу шероховатости – это очень правильное замечание. Фибропласты, да, они очень любят шероховатую поверхность, а эпителий, наоборот, очень гладкую. Поэтому тут еще надо выбирать, куда будем имплантировать. А эпителий любят гладкую, да? Интересно. Это фантастически интересно. Фантастически. Это вот эти самоорганизации, эти разные типы поверхности, разные типы заряда. Ведь недаром у биоматериаловедов есть такой лайфхак, что если плохой материал, ты его плазмой обработай, и на него все сядет. Все сядет. Спасибо. Да, коллеги, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, а можно еще один вопрос? Во-первых, уважаемый Петр Сергеевич, огромное спасибо за ваш прекрасный информативный доклад. Ну, вот такой вопрос. А возможно ли посмотреть, не убьет ли ваш метод вообще-то живую клетку, ну, например, сперматозоид? Это было бы очень интересно для ЭКО оплодотворения и инвитро. Потому что, например, визуально-морфологически нормальные клетки, сперматозоиды, могут оказаться дефектными. Например, там будет фрагментация ДНК. Вот можно ли заглянуть так далеко и не убить на смерть эту полезную штуку? Ну, во-первых, большое спасибо за вопрос. Вы очень верно суть выхватили. Значит, у нас в группе очень много эмбриологов. То есть это говорит о том, что эмбриологи очень интересуются вот именно методами. Первое. Второе, значит, ну, это, наверное, в докладе Юра расскажет. У нас была очень интересная работа, связанная с эксайто-токсичностью для нейронов. Глутамат. Да, обычный глутамат натрия. Его избыток – это один из регуляторных механизмов в головном мозге, но его избыток вызывает некроз нейронов. И вот что было сделано, мы в разных концентрациях добавляли его и смотрели, как сначала цикл скелет клетки размягчался, а потом возвращался в норму. И красили на апоптос, клетка не уходила, некроз не уходила, а наоборот после этого возвращалась. То есть у нас очень щадящие методы. Но со сперматозоидами мы ни разу не работали. А с яйцеклетками тогда вопрос? С яйцеклетками, с яйцеклетками, ну, вот сфероид, собственно говоря, это некое подобие. Там вот если говорить про ЭКО, сами технологии заморозки яйцеклеток и главная ценность яйцеклеток, она безумная, ну, там, человеческих, конечно. Поэтому вот какие-то методики подобия некой модели. С яйцеклетками прямых задач не было, понимаете? Тут же очень важно поставить задачу. Вот мы же задач таких не знаем, к нам приходят врачи или биологи, говорят. В таких исследованиях всегда должен быть главный врач, который знает. А мы, как техники, уж там гель сделаем, поддержку, порежем. Поэтому задача – это самое важное, самое интересное. С точки зрения механика, задача ставится просто. Понятно, что вы правы, что должен медик ее ставить. Вот есть у вас шарик, яйцеклетка, вы должны ее бережно помять и определить ее там вязкоупругие свойства, и по этим вязкоупругим свойствам поставить диагноз, здорова она или нет. Бережно помять можем. Ответ, наш ответ – можем. Бережно можем. А медик уже скажет, укладывается в норму или нет, и таким образом диагностировать качество материала. Видимо, так. Коллеги. Елена, вы задавали вопрос. Я правильно понимаю, что вот примерно такая постановка? Примерно. Микрофон надо включить, не слышно. Не включается. Включился. Вот так включился, отлично. Все понятно, но медики, мы-то, конечно, поставить задачу можем, мы представители коммерческой клиники ЭКО, поэтому здесь можно что-то придумать. И, кстати, всегда есть клеточный материал, который не годится для трансплантации в человеческий организм, поэтому можно, конечно, набить руку на вот таких... Это очень важно. Это очень важно. Для живых систем это крайне важно, если можно на чем-то набивать руку. Вот, я это все понимаю прекрасно. Но мой вопрос как раз принципиальный. Возможно ли сохранить после этих манипуляций что-то живым и функционирующим? Не полудохлом, так сказать. Нет, 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 абсолютно. Функции, чтобы... То есть это называется неповреждающая диагностика в механике. Именно так это и звучит. Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо большое, Петр Сергеевич. Спасибо. Еще вопрос. А, кстати, по этому же поводу, если можно, я вставлю свой вопрос. Но насколько я представляю, ну так, жизнь закидывала в разные места, в той же сфере очень важным средством, инструментом является оптический пинцет. Вот каким-то образом можно, может взаимодействовать одно с другим? Или это инструменты, которые используют именно по отдельности? Или уже есть какие-то комплексные исследования, где они задействованы? А сколько это возможно? Очень хороший вопрос. Мы как раз заложили исследования совместно с Институтом химической физики Российской академии наук, с коллегами, которые занимаются оптическим пинцетом. Это очень интересно с точки зрения и манипуляций с сфероидами. И не знаю, насколько там речь идет о единичных клетках. Я последний раз доклад слышал о оптическом пинцете, ну года три, наверное, назад. Но комплексно не проводили, но это абсолютно комплементарные вещи. Могу рассказать, что проводили в связке с лазером. Есть такая технология, называется технология оптопорации, когда мы можем внести в клетку какую-то плазмиду. Не CRISPR-Cas системы, а через некую подложку, на которой фокусируется лазерный пучок, и она физически пробивает эту мембрану. И вот такие эксперименты у нас удались. Мы сейчас заканчиваем как раз статью совместно с саратовскими коллегами из группы Хлебцова. Но ответ не пробовали, и это, конечно, абсолютно комплементарная вещь. Ясно, коллеги, еще вопросы? Да, кстати, Юрий Михайлович, если вы хотите добавить что-то к ответу Петра Сергеевича, наверное, он не обидится, а наоборот будет интересно на те же вопросы. Не стесняйтесь, не возражайте, Петр Сергеевич. Все, что я слышал, было достаточно подробно и хорошо. Пусть растет 100 цветов, как говорил Мао Цзэдун. Да, ну, собственно говоря, мы не цитируем Мао Цзэдуна, но, в общем, действуем в этом направлении. Нет, вот все ответы, которые я слышал, были достаточно подробные и правильные. Вот про сферматозоиды, конечно, могу добавить, что одна из проблем будет с их фиксацией на поверхности, потому что их нужно перевести в неподвижное состояние перед экспериментом, и часто именно эта стадия внесет больше повреждений, чем само измерение. И так вот часто бывает, к сожалению. Нет, Юр, ну можно, а почему тебе не нравится вариант геля? Может быть, да, можно найти какой-то вариант, который будет относительно мягким. Конечно, берет гель и все. А есть еще такие безхвостые, совершенно иммобилизованные, такие порченные. Вот, так уже есть иммобилизованные. ТНК может быть вполне себе пристойным, поэтому варианты есть. Есть и второй, как я понял. Хвостат их помещают в очень густую вязкую среду, правильно я понимаю, Петр Сергеевич? Да, конечно. И как они не гребут своим хвостом, наоборот, пусть стараются, это, в общем, наверное, дополнит картинку клиническую. Вот у меня есть добавление к докладу. Смейте привет. Да, здравствуйте всем. Добавление к докладу Петра Сергеевича. Я прошу прощения, я вовремя не смогла этого сделать, потому что у меня врыгался интернет. Был вопрос по поводу того, чем облучали мышек при излучении радиационного повреждения. Помоги. Это был коммерческий аппарат Терабалт для облучения больных. Мышек помещали туда. Это была кобальтовая пушка, гамма-излучение и разной интенсивности. Гамма-излучение, ясно, спасибо. А насчет яйцеклеток, у меня в прошлом была работа на АФМИ с яйцеклетками. Самое страшное в яйцеклетке, это не померять ее на АФМИ, а самое страшное ее поймать микроманипулятором и посадить туда, куда нужно. У нас же эмбриологи. Да, она убегает и никуда не денется. Если кто-то ее посадит, потом проблем нет. У нас есть и микроманипуляторы, и эмбриологи. Они за ними охотятся. Если поймают, померяем. Да, спасибо большое, Светлана. Будем выходить на контакт. Эмбриологи в придачу в комплексном обеде вместе со сперматозоидами и яйцеклетками. Мы сейчас разработали гигантский курс для наших акушеров и гинекологов с точки зрения эмбриологии. В первом меде, вот сейчас читаем. Коллеги, еще вопросы, не стесняйтесь. А то тогда я задам сейчас Петру Сергеевичу вопрос. Я понимаю, что возможно, ну невозможно, а точно знаю, что этому будет посвящен доклад Юрия, но очень было бы интересно, хотя бы кратко, тезисно, на него все равно ответить. Ну вот понятно, что это хороший инструмент. Какие все-таки, допустим, механические свойства можно исследовать с помощью атомно-силовой микроскопии? Там упругость, вязкость, жесткость, прочность, да, вот такие вещи. Ну, прежде всего модуль Юнга. Потому что маловато, наверное, для мягких тканей, да, вот этого, да? Правильно, поэтому приглашаю вас к нам в лабораторию. С удовольствием, это очень интересно. И вы увидите, сколько приборов у нас нацелено на измерение остальных свойств, потому что, ну, особенно при работе с гелями, конечно же, этого недостаточно. Да, и поэтому всегда, я же недаром сказал, что атомно-силовой микроскоп – это, ну, экзотический метод, он не потоковый. Мы можем какие-то вещи подсвечивать, которые, ну, классическими методами невозможно подсветить, но мы только дополнение. И поэтому наш, как бы, наш фокус – это некое ядро, вокруг которого есть приборы, позволяющие измерять то, что нужно для биологических тканей. И, естественно, мы, вот именно мы, я имею в виду одно слово, это некое дополнение красивое, иногда вот как в работе с нижним по воздействию радиации важное, но, тем не менее, не основное. Да, понимаю, что на разных масштабах можно и нужно изучать ткань, но когда дело касается отдельных клеток, там макромасштабов уже нет, да, и ведь их свойства тоже важны для диагностики. Вот я сейчас об этом, где атомно-силовая микроскопия, фактически, наверное, центральный инструмент. Нет, есть всякие более экзотические методы измерения. Вот сейчас очень сильная работа была опубликована в этом году в журнале «Наноскейл» из Миссиса. Мы там, наш был маленький удел, мы мерили механические свойства клетки, а коллеги предложили целый новый метод по исследованию, в том числе, механических свойств единичных клеток, и мы были просто как некое дополнение. Вот, если интересно, я пришлю. Да, очень интересно, пришлите, потому что мой следующий вопрос... Юр, ты знаешь, о чем я говорю, зафиксируй, пришли, пожалуйста. Потому что мой следующий вопрос был, какие вот у вас есть методики обработки? Значит, что вы хотите вытащить? Ну, я знаю, что вязкоупругими свойствами вы плотно занимаетесь, статьи читал, да. А вот какими способами вы это делаете, насколько они продвинуты, эти способы? Есть ли какие-то проблемы, где вам нужна быть, может, помощь механиков? Не знаю, да? Ну, если можно, прокомментируйте. Ну, я, в принципе, обработка результатов – это даже важнее, чем сами результаты. Вот, как мы все знаем. Но я думаю, что тут Юра лучше расскажет в своем докладе. Мы специально как бы разделили доклад. Очень много вопросов, и очень долго важно это обсуждать. А вы в двух словах можете сказать, вот какие-то основные направления крупно наметить? Там за минуту, пусть неподробно, да? Не все могут прийти на доклад, а вот так будут знать, на что придут. Ну, Юр, проанонсируй тогда. Да, конечно. Ну, вот уже упомянутая вязковопругая характеризация – это одна из них. Это характеризация анизотропности, которая проявляется даже на уровне клеток. В целом, это модели… В целом клетку сложно рассматривать как гомогенный объект. И одна из задач – это характеризация отдельных слоев внутри клетки, но при этом по данным только индентации. И такие возможности тоже открываются с помощью применения, например, метода конечных элементов. Вот последняя работа показывает, что мы можем увидеть, например, свойства ядра или ядрышек, проводя измерения над клеткой, обрабатывая как бы участки на определенной глубине индентации. И вот такие работы развиваются интенсивно. А так, в целом, очень много и других вопросов открытых. Спасибо большое. Ну, вы поняли, коллеги, да? Потому что на самом деле размеры клеток, о которых мы говорим, ну, допустим, эритроцитов 8 микрометров, там фибробластов, по-моему, порядка 20 микрометров, да? То есть размеры микрометров. А как мы уже говорили, в зависимости от наконечника на кантилевере, в принципе, возможно, с точностью до нанометра. А если уж очень надо и приврать немножко, то до ангстрема, ну, вот по-разному бывает. Правильно я понимаю, Петр Сергеевич, да? То есть клетка в тысячу раз крупнее, чем лучшее разрешение, предельное разрешение. Да, ну, я вообще хочу сказать, что отдельная задача – это моделирование. И тут вот мы сейчас им начали заниматься моделирование клеток не только с точки зрения механики, но и с точки зрения протекания каких-то метаболических процессов. И такая яркая задача, которую сейчас мы пытаемся решить, первую даже статью сейчас какую-то подготовили, где мы совмещаем метаболизм и механические свойства клетки. Вот. И если здесь какие-то могут быть идеи, то это было бы нам очень-очень интересно, потому что мы начали эту работу с нуля. Вот. И абсолютно открыт тоже для каких-то идей. На самом деле, таким новым темам тоже можно посвящать какие-то доклады. Мы в самом начале говорим, что вот да, у нас такая мысль, да, и собирать коллег, и в принципе, возможно. Но это, конечно, зависит от вашей политики и остального, да? Нет, наша политика… Можно в закрытом режиме, можно в открытом. Нет, наша политика абсолютно открытая. Наоборот, мы очень открыты и для каких-то поисковых работ. Вот. Но просто вот это то, где у нас компетенции очень узкие, а хотелось бы что-то делать красиво. Второе направление, по которому тоже идет работа, и по которому мы тоже с радостью готовы принять помощь, это по созданию модели, модели сфероида и модели слияния сфероидов. Первую работу опубликовали, я ее представил, но там очень много вопросов, потому что сейчас модель слияния сфероидов представлена в виде модели слияния двух капель воды, которые, конечно же, не отражают всей картины реальности. И там, естественно, значимую роль играют именно механические характеристики объекта. И это тоже… Ну, я думаю, Юр, вот это попрошу тебя тогда, наверное, вынеси, как те направления, которым нам очень было бы интересно посотрудничать. Тем более тут коллеги глубоко понимают механику. Я думаю, что это надо подсветить. Да, конечно. Безусловно, это очень интересно, потому что мы для этого и собрались, чтобы друг другу помогать. Я услышал приглашение, я лично с удовольствием воспользуюсь. У меня конкретный вопрос. Сколько своих аспирантов или, возможно, коллег-медиков, которые уже интересовались, мы же можем собраться в группу, чтобы не по отдельности к вам ходить, да? Сколько можно? Десять человек к вам можно приехать? Конечно. Потому что это самое разумное. Вот после этого семинара, если кому-то интересно на экскурсию к Петру Сергеевичу, вы мне напишите, и мы договоримся. Можно так, Петр Сергеевич? Канин, нужно. Нужно. Чудесно, да, замечательно. Спасибо большое. Это будет мне очень интересно. Аспирантам тоже. С большим удовольствием. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Можно я несколько слов скажу? Добрый день, во-первых. Я очень к этому семинару отношусь с громадным совершенно интересом. Спасибо, Петр Сергеевич, за прекрасный доклад. Что касается атомной силовой микроскопии, я работаю в Ленинградском университете в Санкт-Петербургском. И там задачи разные решались. Приходилось иметь дело с этими методиками. У нас работают физики, химики. Даже у нас в лаборатории одно время стоял. Нам привезли атомный такой микроскоп. И мы тренировались даже работать на них. Были задачи, связанные с механикой именно. То есть исследовались наноматериалы с разным содержанием пленки. И там действительно это все пригодилось. В качестве кантиливера использовалось прямо создаваемое нужным образом из вольфрама, из проволочки, кончик, шарик. Но и не обязательно было, чтобы он был целиком. Так, идеальной круглой формы важен был кончик. И относительные методы применялись. Теперь вторая вещь, связанная с биологией. Тоже я столкнулся в жизни. И поскольку мы вот вязкоупругисты, думаем о времени, есть биологическое, физиологическое время. Вот знаменитый Детлов Татьяна Анатольевна. В 2001 году вышла ее книга. Она много занималась ойкилотермными животными, рыбами и не только. Для растений тоже разные фазы. Пластохрон, так называемый. Ее брат знаменитый математик и физик. У него справочник знаменитый по физике. Егорский и Детлов. И они, значит, вот, что касается времени, а время всех волнует. То есть в медицине это геронтология. Что вообще, как происходит с каждым органом. Насколько он работоспособен. На какое время. Как во времени развиваются процессы. Значит, у нас на биологическом факультете, в лаборатории хитеологии, возглавлял который Чемилевский, Дмитрий Алексеевич. Он, значит, как раз изучал очень много вот эти вещи, поведение рыб в разные, и тех же самых икринок там и так далее, в разные периоды в процессе. И разные среды при этом использовались. То есть определялось при разных температурах. Там при пониженной, при повышенной. Как влияет это на развитие икринок. И вообще развитие осетра, допустим, будущего. То же самое, как засоленность воды влияет. Радиация. Использование, вот, они пытались разводить рыб. И такие контрольные всякие эксперименты проводили. У нас на атомной электростанции. Там вот, где воды есть теплые, но тоже там колеблется температура. Вот как это все влияет. Вот такие вот интереснейшие вещи. И тогда измерения делались на, ну, как выглядят все эти, значит, икринки и так далее. И элементы растений это и сейчас делается на биологических микроскопах. Вашими методами, конечно, можно прежде всего наиболее точно, ну, даже, вот как вы говорите, при моделировании, там, и метод конечного элемента, и модели, вот, все это применять. Ну, вот так я, в виде такой зарисовки, я услышал ваш доклад. Конечно, у нас и по механике очень много, и в Санкт-Петербурге, там, в Доме ученых конференции разные проходили. И вот в таком духе на разные темы. И как импланты, вживленные, металлические, например, в тело, в череп, там, человека, в конечности при замене суставов. То есть море применений. И вам успехов в этой области. Большое спасибо. Спасибо, Георгий Дмитриевич, за зарисовку питерскую. Очень полезно знать, чем занимались и занимаются коллеги. Кто еще хочет задать вопросы? Судя по умолчанию, нам нужно тогда завершать доклад, завершать заседание. Доклад мы уже завершили. Ну, я тогда говорю последние два слова. Никто не мешает сказать после меня абсолютно точно. Я хочу, конечно, поблагодарить докладчика Петра Сергеевича Тимашова за то, что, несмотря на очень сложные обстоятельства, связанные с его руководящей должностью, висящей отчетностью повсюду, с чиновниками общаться мало радости, мы все знаем. Он нашел время и, в общем, сделал замечательный доклад, который был невероятно интересен. Я думал, породил многие мысли. Как видите, какие-то вопросы и связи наметились. Для меня, из моих аспирантов, очень интересная экскурсия будет. И кто хочет, может присоединиться. Ну, в общем, огромное спасибо. Я очень рад, что у нас получилось послушать доклад. Так что, кто еще, если хочет добавить, добавляйте, потому что иначе… Можно я добавлю? Давайте, конечно. Андрей Владимирович, во-первых, большое спасибо, что пригласили. Спасибо за понимание. Еще вчера, ну, то есть вот меня ждут через 27 минут. У меня еще есть 5 минут, чтобы переодеться и побежать. Вот. Я очень рад, что мне удалось все-таки выступить. И я очень благодарен за вопросы. И вот я хотел бы попросить, что если будут возникать какие-то вопросы у коллег, вы без проблем можете давать мой e-mail, телефон. Мы абсолютно открыты и готовы максимально к сотрудничеству. Хорошо, спасибо. Очень интересная тема у вас. Я думаю, многие захотят с вами хотя бы поговорить для начала. Прекрасно. Вячеслав Михайлович, что-то хотите сказать? Надо микрофон включить, нет? Мне показалось. Хорошо, коллеги. Тогда завершаем, да? Расстаемся до следующего семинара. И ждем доклада Юрия Ефремова. Вы понимаете, что он будет очень интересным, потому что у меня осталась одна неудовлетворенность. Петр Сергеевич показал такие чудесные слайды и рисунки и так быстро их пролистал. А так хотелось бы остановиться подробнее. Возможно, вот Юрий в этом смысле поможет. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. Приходите. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания.